Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости моего канала. Меня зовут Яна Фёдорова. И сегодня у нас такая интересная, загадочная тема. Как заставить фиалочку цвести? И почему же фиалки всё-таки не цветут, даже когда они уже выросли большими? Так, вот я здесь приготовила, специально отобрала два таких экземпляра, чтобы на примере показать. Вот это, казалось бы, такая большая фиалочка, вся такая богатая. Листва у неё огромные, листьев много, они такие очень жирные. Энергичные, но она не цветёт. И вот год она может сидеть в таком положении, без цветков. Ну, конечно, хочется всё-таки понять, как же заставить её цвести. А вот этот вот экземплярчик, вот он какой. Розеточка небогатая, листочки, в общем-то, такие, можно сказать, жиденькие. И вот у неё какие-то огромные цветы. Выпустила она, как раз она молоденькая. Это всего лишь первое цветение, и вот как уже она прекрасно, крупные такие цветы. И много-много уже ещё цветоносов у неё. Хотя она вот такая вся, можно сказать, какая-то жиденькая. Как же всё-таки добиться такого эффекта? Кстати, этот сорт называется Утончённый вкус. Такая прелесть. Сейчас буду рассказывать подробно всё. Вот обратите как раз внимание. У этой фиалочки какая розетка, нет цветов, и какой горшок. Большой горшок, всё понятно. И эта розеточка, видите, какой маленький, можно сказать, почти крошечный горшочек. Бывают даже ещё более маленьких такие же розетки. И прямо с шарками цветов прекрасно цветут. Всё дело, конечно, в горшочке. В маленьких горшочках как раз-таки фиалочки и цветут. Они любят именно маленькие горшочки. Почему так получается? Ну, здесь видно, что большой горшок, значит, много земли и много питания. Поэтому фиалка, получается, перекормленная. Хотя я её и не удобряла, но сама по себе большое количество грунта здесь будет говорить о том, что, значит, большие корни и много-много питания. Вот она жирует. Так что, если вам нужно разводить фиалочки, на это нужно много листьев, делайте так, сажайте в большие горшки, и у вас будет много листьев. Так тоже иногда некоторым нужно. Вот. А чтоб цветочки, вот тогда маленький горшочек. Ну, конечно, здесь удобно, полил, ну, хотя бы день она простоит, день, полтора, два. Здесь нормальный объём, не надо её поливать всё время. А в маленьких, конечно, горшочках вода испаряется очень быстро. Ну, с утра польёшь, к вечеру подойдёшь, она уже сухая. Поэтому вот для этого мы будем использовать фитильный полив. Вот фитиль. Вот так вот это выглядит. Это прекрасно подходит для фиалки. Дело ещё в том, что, когда фиалка постоянно находится как бы в равномерном поливе, всё время она влажная земля у неё, потому что фитиль всё время потребляет воду и доставляет питание. Поэтому она вся такая равномерная, и розеточка хорошенькая у неё, здоровенькая. Видите, даже розетка сама, качество розетки и то отличается. Потому что, ну, конечно, она высохнет, польёшь её, высохнет, опять польёшь. И вот эти вот перемены, они тоже не очень хорошо сказываются на качестве самой листвы, на качестве розетки, на качестве цветка, на количестве цветка. А фитильный полив для фиалок, вот это прям милое дело. И еще, почему это работает с маленьким горшочком? Ну, во-первых, конечно, про питание, что меньше питания получается, чем у этой. Она не жирует и как бы оказывается в условиях стресса. Но когда растение оказывается в условиях стресса, то природой так устроен такой механизм, что оно должно отдать все свои силы для того, чтобы размножить само себя. То есть выпустить цветочки, потом семена. Фиалок, конечно, не семена, но бывает такие, конечно, кто и семена с них добивается, селекционирует. Но принцип тот, что в условиях стресса, то есть уменьшенного питания, скудного питания, фиалочка начинает быстро цвести. Когда корешки фиалки касаются стенок горшочка, то это вызывает в ней стимуляцию как раз на цветение, на быстрое и обильное цветение. Вот я приготовила такую деточку, это деточка от этой же фиалки. И быстренько вам покажу, кто не видел, как сделать фитильный полив. Вот так вот. Так, веревочку мы берем, синтетическую. Обязательно должна быть любая веревка, только из синтетического материала, чтобы она не гнила в воде. Потому что она все время в воде. Продеваем тут. Есть специальное отверстие. Чуть-чуть придерживаю. Немножко вот здесь я приготовила пенопласт. Это как дренаж. Сейчас я насыплю и покажу. Ну, в этом плане, когда на фитильных фитилях, ой, фитильных фитилях, ничего-ничего. Когда на фитильном поливе, то этот пенопласт не будет играть роли дренажа. Можно не пенопласт, можно дренаж керамзитный, ну, в общем, камешки, что угодно. Он не будет играть роль дренажа. Здесь будет просто играть такую роль, что не будет земля, или меньше будет высыпаться из этих вот отверстий. Вот как у меня здесь, например. Вот здесь у меня нет дренажа. И вот земля немножко высыпается. Ну, это, конечно, это не вредит, но некрасиво выглядит. Поэтому лучше сюда добавить все-таки немножко чего-нибудь дренажного, какой-нибудь, не знаю, материал такой. Так, насыпаю немножко сюда на дно. И сейчас буду переваливать деточку туда. Так, это я пока сюда готовенькая. Так, этой детке у меня несколько месяцев уже. Можно было оставить ее в том же стаканчике. Ну, я просто вот для видео взяла, что покажу, вот как вот так хорошо делать. Подсыпаем туда. Стараюсь не засыпать ни в коем случае точку роста. Потому что если у фиалки заглубить точку роста, вот эту вот самую серединочку, то она, конечно, или погибнет, или она начнет давать пасынки. Ну, это нам не надо, нам надо не пасынки, а цветы. Ну, хотя, кому надо пасынки, можете точку роста удалять. Ну, конечно, только не у детки, а у взрослого растения. Я вот сейчас вот так ее посажу и потом обмою точку роста. Такое увлекательное занятие возиться с фиалками. Все время так возишься. Это так умиротворяет. Я вообще очень люблю фиалочки. Это прям прелесть какая. Такая точка я подсыпала. Теперь надо ее полить. Очень удобно вот такой вот поливалочкой, опрыскивателем поливать. Опрыскиватель помповый, поэтому мне очень ловко с ним работать. Так, точку роста я обмыла. Все хорошо. Вот так вот. Красота будет сидеть. И все вот так ставим в этот стакан с водой. И вот отлично все получается. Буквально сколько здесь? Ну, одна минутка и вот прекрасные условия. Фитильный полив для нашей фиалочки готов. Так, еще один способ есть. Ну, даже не способ, а еще как бы один приемчик, чтобы тоже ускорить цветение, вызвать цветение. Вот, допустим, у этой фиалки огромная листва. Ну, принцип такой у фиалки, что сколько листиков, столько будет и цветоносов. Но все цветоносы выходят из молодых листиков, конечно. Ну, около молодых, вернее. Около старых тоже они выходят, но они там как бы замирают, когда вот их очень много, вот так вот, таких вот старых, прям жирных листьев. Они вот эти вот нижние цветоносики, которые там все-таки выходят, они как-то вот замирают, засыхают потом. Ну, и, в общем-то, не будет с них цветка, а будут цветы вот только серединки. Ну, в общем-то, как и здесь тоже. Вот так вот. С серединки и со средних листов. Но эта молодая, у нее просто нет старых листов. А так бы у нее были, потому что, ну, цветение вызывается ведь все-таки маленьким горшочком, и у нее бы из-под старых листов тоже выходили. Моя прелесть такая. Так что тогда в этом случае надо вот эти вот старые листочки просто взять и выломать. Прямо под самый, как сказать, прям под самый не корешок, но стебелек. Вот так вот взять и отломить. Не надо там бояться срезать, там как-то вот ножичком, лезвочкой. Просто вот так вот раз и отломил. Вот примерно, сейчас покажу. Ну, вот где-то так вот. Вот так вот оставить вот так, столько листочков. А эти все старые листья удалить. Ну, я не хочу удалять вот эти листья, потому что у меня с этой фиалкой проделывается сейчас опыт. Она у меня обработана, и мне вот нужен именно весь куст как раз со старыми листьями. Там я специальный препарат применяю. Я вам просто показываю, не буду сейчас их ломать. Вот так вот обломать. Потом специально об этом сниму видео, когда у меня пройдет с ней эксперимент. Конечно, оголится сам стволик. Он и так у нее уже немножечко оголенный. Она даже вот вываливается уже на эту сторону. Вы вытащить из этого горшочка и перевалить ее в маленький старую землю. Обмыть или обтрясти там. И обрезать у нее лишний корень, если будет не помещаться. Обрезать, ничего страшного. И перевалить вот такой маленький горшочек. И она очень скоро, буквально месяца через полтора уже выпустит цветонос. И будут прекрасные цветочки, как и у этой. Так, ах ты, моя красотка. Вот до чего такой вот сорт прямо милый. Розовый, нежно-розовый такой. Вот прям разводы такие прелесть. Это утонченный вкус называется. Моя красота. Вот до чего же я люблю фиалочки. Ой, ясно. Фиалочка моя через несколько дней распустилась еще больше, стала еще краше. Вот как она прекрасно выглядит в этом маленьком горшочке. Замечательно растет и очень хорошо цветет. Дорогие мои зрители, поставьте, пожалуйста, лайк моей милашке. Ну и мне тоже. Я старалась для вас. До новых встреч. Пока.